Здравствуйте! Это программа «Сегодня вечером» на ТНТ «Онега». Меня зовут Ефим Овчинников. Сегодня в нашей импровизированной студии торгово-развлекательного комплекса «Лотосплаза» депутат Петросовета Дмитрий Данильев. Дмитрий, здравствуйте! Добрый вечер! Как мне кажется, у нас сегодня хороший повод для встречи. Жители домов на Октябрьском проспекте, я думаю, заметили, что в их дворах стали появляться дополнительные места для парковки машин. То есть город прощается со старыми резервуарами для сжиженного газа, которые были закопаны в землю. Их оттуда вынимают, образуются новые площадки. Расскажите, пожалуйста, я знаю, что вы курируете этот процесс. Как удалось начать наконец-то? В 2016 году мы в Петрозаводском городском совете создали рабочую группу, которая занимается вопросами газификации и газоснабжения города Петрозаводска. В рамках этой рабочей группы, помимо решения вопросов, связанных с переводом многоквартирных домов на природный газ, мы заодно подняли вопрос о необходимости очистки дворовых территорий от старого оборудования, которое было предназначено для хранения жижного газа. Как правило, она занимает достаточно большое количество места, которое могло бы использоваться как для оборудования парковочных мест, так и для благоустройства в целях размещения детских площадок или других зон отдыха, озеленения территории. Мы этот вопрос подняли, рекомендовали создать дорожную карту по очистке города от этих металлоконструкций. В этом году АО «Корелгаз» пошло нам навстречу, заключило контракт с подрядчиком на уборку сразу 20 дворовых территорий. Это городу сколько стоит или нет? В связи с тем, что это оборудование является собственностью «Корелгаза», город не может тратить денежные средства на его демонтаж, либо на уборку, просто потому что это чужое оборудование. То есть они за свой счет делают? Да, поэтому мы владельцы попросили просто забрать свое оборудование с тех территорий, на которые он находится. Сколько еще раз дворов уже освободили? Более 20 дворовых площадок было освобождено. Я так понимаю, что «Корелгаз» за собой потом асфальтировать и высаживать траву не будет. Что с этими площадками в последующем может быть? Я понимаю, так парковки, детские площадки, кто это вообще решает, кто принимает такие решения? Данные дворовые территории можно благоустроить в рамках программы «Комфортная городская среда». В рамках этого федерального проекта у нас реализуется муниципальная программа соответствующая, которая позволяет благоустроить не только земельный участок, сформированный в соответствии с кадастровым планом, но и прилегающую к нему территорию. Вот эти прилегающие территории также можно включать в проект по благоустройству дворовой территории и размещать там либо благоустроенную автопарковку, производить асфальтирование, либо какие-то другие элементы благоустройства. Дмитрий, скажите, пожалуйста, народ чего хочет? Что нужнее – площадки, скверы или все-таки парковки? Для микрорайона «Октябрьский», где была произведена очистка дворовых территорий в этом году, одной из самых наболевших проблем является как раз-таки нехватка парковочных мест, как, собственно, и для многих других районов нашего города. Потому что автомобили, как правило, во дворах стоят на газонах, прямо под форточками своих владельцев. За счет очистки территорий от газгольдеров, за счет других территорий, на которых сегодня находится либо бурьян, либо они в каком-то неблагоустроенном состоянии, мы изыскали дополнительное место для размещения более 500 машиномест, которые находятся вне видимой зоны привычной для нас дворовой территории. И таким образом, благоустроив эти территории, мы могли бы переместить существующий автомобильный парк с дворовых территорий на заднюю часть двора, так скажем, для того, чтобы скрыть их от взора жильцов, и при этом для того, чтобы они были в шаговой доступности для своих автовладельцев. Для этого нам надо не только уложить асфальтовое покрытие, но также поставить ограждение, установить столбы наружного освещения и видеокамеры для того, чтобы все это добро находилось под охраной и длительным наблюдением своих жильцов. Ну вот мы с вами были на площадке, там дома на пересечении улицы Московская и Октябрьского проспекта. Там как раз вот эта парковка вроде как к трем домам сразу принадлежит, если посмотреть, видимо, по кадастровому плану. А кто будет за ней ухаживать? Этот дом, этот или этот? Кто как назначить ответственно? Там же должен работать дворник. Ну, в данном случае площадка, которая находится на месте бывшего газгольдера возле дома по улице Московская, дом 13, Октябрьский дом 9, она находится на муниципальной территории, то есть она не является собственностью владельца близлежащих домов, но в рамках программы «Комфортная городская среда» мы позволяем ее благоустроить и совместно использовать, в том числе и обслуживать жильцам близлежащих многоквартирных домов. Ну, давайте тогда напомним нашим горожанам, кто столкнется с такой ситуацией, как попасть в программу «Комфортная городская среда». Мы продолжаем в администрации Петрозаводского городского округа прием заявок на участие в программе «Комфортная городская среда». До конца этого года необходимо сформировать необходимый пакет документов и подать его в администрацию. Где все узнать можно? Это можно узнать на сайте администрации Петрозаводского городского округа. Сразу на главной странице в левом меню есть ссылка «Комфортная городская среда». Там есть все подробности о том, как принять участие в этой программе, какие документы необходимо собрать, сформировать пакет документов. Любые вопросы, которые касаются программы «Комфортная городская среда», можно также призывать мне, в каком бы районе вы ни находились, я помогу вам эту заявку сформировать. Я знаю, что некоторые дома объединяются, то есть, например, три многоквартирных дома могут подать какую-то заявку и отремонтировать что-то поглобальнее, чем, например, просто заасфальтировать дорожку или установить детскую площадку. Это так? Да, совершенно верно. Для жителей гораздо экономически целесообразнее участвовать в благоустройстве своей дворовой территории совместно. То есть дружить домами? Да, объединяясь несколькими домами в одну заявку в рамках программы «Комфортная городская среда». То есть можно денег больше получить, да? Да, вы получаете и больше денежных средств на свою дворовую территорию, вы участвуете меньшим процентом софинансирования в денежном выражении, делая больше элементов благоустройства, которые находятся в рамках вашей дворовой территории. То есть это еще и выгоднее, да? Это выгодно и это позволяет реализовывать такие большие проекты, как раз как одна из самых затратных статей с точки зрения софинансирования собственников. Это дополнительный вид работ обустройства парковочной зоны. Там жители, как правило, до 20% идут на софинансирование таких работ. Ну, в этом году, если мы смотрим на жителей, которые участвуют в программе, то в среднем получается где-то рублей 200-300 рублей на квартиру для того, чтобы сделать автопарковку. А почему мы все время надеемся на какую-то программу? Мало того, что мы на нее надеемся, да, «Комфортная городская среда», так мы еще должны софинансировать эти проекты. То есть гаражам все время, так или иначе, деньги какие-то берутся с народа. А не должен ли город вот эти площадки за свой счет благоустраивать? Как же вы же сказали, да, что вот там некоторые площадки, которые освободились, она не тому лому не принадлежит, не тому. Это городская территория. Почему бы мэрии не взять и не заасфальтировать ее? Город Петрозаводск в рамках программы «Комфортная городская среда» финансирует все дополнительные виды работ от 97% и больше. То есть жители могут поучаствовать в качестве процентного софинансирования внести 3%. 97% за них заплатит государство. Те многоквартирные дома, которые участвуют в софинансировании и в разработке проекта благоустройства, не просто пришли и написали заявление, что нам нужна дорога и нам нужна парковка, сделайте нам. И потом автоматически она сделалась, все про нее забыли, никакой благодарности нет. И со временем это место ветшает, потому что никто не занимается его обслуживанием. Если же жители поучаствовали с точки зрения интеллектуального вложения, с точки зрения финансового вложения в проект благоустройства, то и отношение к этому проекту благоустройства будет совершенно иное. Они будут пытаться сохранить то, во что они вложили свои силы и свои денежные средства. Спасибо, Дмитрий, большое. Приходите к нам еще и удачи в вашем замечательном деле. Спасибо. Я напоминаю, что это была программа сегодня вечером на ТНТ «Онега». Меня зовут Ефим Овчинников. Это и другие выпуски. Ищите на сайте tnt.defis.onego.ru А также заходите в нашу группу ВКонтакте. Все доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин